Это полная копия электропоезда, полностью все работает, электронно задается интерактивный маршрут. Посидеть в новой электричке, посмотреть на работу расшифровщиков параметров движения и попасть в самое сердце СКЖД, центр управления. Такую экскурсию провели железнодорожники для депутатов парламента. Выездное заседание комитета по строительству посвятили вопросам развития инфраструктуры, в том числе городской электрички. Мы будем сегодня обсуждать истыковочные вопросы между городом Ростов-на-Дону и железнодорогой, потому что качество подходов, платформы, удобство стыковки городского транспорта с ними еще не везде решены. 18 современных электропоездов пустили в прошлом году в нашем регионе. Дончане первыми в стране стали ездить в поездах новой серии. В ближайшие три года обновят ростовские остановочные пункты Октября и Микояна. А в междугородних перевозках стоит задача разделить грузовые и пассажирские потоки. И вот для того, чтобы разграничить данные потоки и выдержать время в пути пассажиров, который сел в Москву и он утром хочет быть, например, в Адлере или в Ростове, мы строим вот эти вторые пути, чтобы отвернуть потоки и специализировать. Приоритетный проект РЖД направлен на увеличение пропускных способностей железной дороги на участках, ведущих к портам Азова-Черноморского бассейна. В прошлом году построили 46 километров вторых путей, в планах еще 17. Мария Филинкова, Анастасия Кованцева, Сергей Вишняков, ТОН-24, Ростов-на-Дону.